Моя ласковая мечта, она объявляет всех людей и покорит силой своей. Жить из этой бы любви, она вас к небу приведет. Иисус спасенный ждет. Настоящая любовь, приходит в синий облакон, ее дарует вечный год, полезный рот. Она несется и в море, и каждый может получить. Любовь Христа верна и чиста, она и ласкова, и нежна. Она объявляет всех людей и покорит силой своей. Жить из этой бы любви, она вас к небу приведет. Иисус спасенный ждет. Любит тебя Господь, любит тебя Господь. Любит тебя Господь, и не взирать назад. Идти по следам твоим, и тени уставать, И преклоняться пред тобой. И не взирать назад. Иди по следам твоим, и тени уставать, И преклоняться пред тобой. И не взирать назад. И не взирать назад. Идти по следам твоим, и тени уставать, И преклоняться пред тобой. И не взирать назад. И не взирать назад. Идти по следам твоим, и тени уставать, И преклоняться пред тобой. И не взирать назад. 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 Идти по следам твоим, и тени уставать, И преклоняться пред тобой. И не взирать назад. И не взирать назад. И не взирать назад. Идти по следам твоим, и тени уставать, И преклоняться пред тобой. И не взирать назад. И не взирать назад. Идти по следам твоим, и тени уставать, И преклоняться пред тобой. И не взирать назад. Благословен Господь, дорогие друзья! Господь, который сотворил небо и землю, который помог нам сегодня быть на этом месте, чтобы вместе поклониться ему и воздать ему хвалу и славу. Ибо он достоин хвала и славы. Потому что некогда в свое время он искупил нас дорогою ценой во Иисусе Христе. И поэтому в очах Божиих мы драгоценный и искупленный народ. В очах Божиих мы особый народ, который называется его святым именем. Этот народ, который служит и поклоняется Богу. Этот народ, который познал имя Господа. И сегодня прекрасно, что на этом месте мы пришли еще раз воздать славу нашему Богу. Бог, который искупил нас во Иисусе Христе. Который заплатил за нас искупление. Никто не мог этого другого сделать. Только во Иисусе Христе мы получили искупление. За это ему хвала и слава. Потому что он избрал каждого из нас для спасения. И пока мы находимся на этом жизненном пути, используй этот путь так, чтобы ты мог войти в город воротами, как написано. И есть условия для того, чтобы войти в этот город. Поэтому, дорогие друзья, наблагословит Господь. Каждое сердце. И пусть Господь прославится. Пусть Господь прославится молодежи, которая служит Господу. Пусть Господь возвеличится в этом служении. Никогда не уставайте служить Господу. Потому что служением, кением ли, поклонением ли Господу, добрыми ли делами, делая во славу Господа, вы устраиваете дом Божий. И вы запомните, что Бог никогда в долгу не остается и не оставался. Он устроит вашу жизнь, вашу судьбу. И благословение Его будет сопровождать вас. Поэтому пусть будет ваше сердце расположено, чтобы в доме Божьем была пища. Чтобы на Его жертвеннике всегда горел огонь. Жертвы хвалы уст наших. Пусть благословит Господь каждое сердце и возвеличится. Я знаю, что у меня совсем немного времени. И просто хочу сказать, что в Иисусе Христе мы получили благословение. В Иисусе Христе мы получили свет. И сегодня от этого света, который просветил нас через голговскую жертву, через спасение и искупление. Потому что Бог простил нас во Христе. Он дал нам будущность и надежду. Надежду на вечную жизнь. Сегодня люди не имеют этой надежды. Потому что, дорогие друзья, обращаю внимание, насколько нам отмерено прожить. И если мы смотрим 89-й Псалом, совсем немного. 70 лет и при большей крепости 80 лет. В сравнении с вечностью, это очень мизерный отрезок времени. И Бог дал этот отрезок времени, чтобы каждый, который находится сегодня здесь, на этом месте, задумался, как ты его используешь. Ты можешь его использовать так, чтобы ты вошел в город воротами и получил благословение. Ты его можешь использовать в свое удовольствие, но потерять вечную жизнь. Пусть благословит Господь, чтобы мудрость Его пребывала в нашей жизни. И мы всегда размышляли, чтобы Слово Его, которое есть светильник наш, просвещал путь наш, дорогие друзья. И в этом свете, который окился на голгове, Бог освещает нас. Бог освещает жизнь нашу. Он показывает, в чем мы не таковы. Слово Его указывает. И Слово Божие хочет, чтобы мы совершенствовались, чтобы мы освещались, чтобы мы находились в процессе освещения, дорогие друзья. Процесс освещения – это не законченный процесс, это процесс прогрессии. Он прогрессирует. Ты продвигаешься в Нем. И Бог открывает Духом Своим и Словом Своим. Если ты сегодня видел свой недостаток, и ты обратился к Богу и сказал, Господь, я вижу, что еще это тебе не угодно. Он открывает через Слово, ты открываешь свое сердце, и Бог производит свою работу, дорогие друзья. Слово Его, оно действует. Слово Его, оно освещает путь наш. Давид говорит в 118-м Салме, 105-й стих. Слово Твое – светильник в ноге моей и свет в стезе моей. Дорогие друзья, уповая на Слово Божие, уповая на свет, который Бог нам посылает, мы имеем вот это, как бы сказать, ведение. Ты можешь видеть, куда ты направляешься. Ты имеешь этот свет в Иисусе Христе. Интересное также сказано, хочу обратить ваше внимание, тоже сказано о свете. Это сказано о Иисусе Христе. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. В Иисусе Христе открылся свет для человека. И если мы ходим в Нем, или Он находится в нашем сердце, мы имеем этот свет. Если мы не находимся в учении Господа Иисуса Христа, мы не находимся в Его Слове, мы не имеем света Его. Дорогие друзья, свет Его приходит через Слово Божие. И если мы открываем свое сердце для познания Слова Божия, мы открываем двери для этого света. который посвящает тьму человеку. Итак, дорогие друзья, также Иисус говорил слова, прекрасные слова о свете. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажавший свечу не ставит ее под сосудом, но она подсвечники и светит всем в доме. Так, да светит свет ваш, и говорю наш, каждого из нас, пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Этот свет, который мы получили через спасение, через Голговскую жертву во Иисусе Христе, он должен нас светить. Он должен освещать вокруг нас. Если ты получил свет от Бога, Бог тебя просвещает, то ты сам имеешь этот свет внутри себя, свет познания Слова Его, эту благословенную жизнь. И когда ты находишься, и люди находятся вокруг тебя, они видят этот свет. Как выражается твой и мой свет? Он выражается в словах, он выражается в делах, он выражается в отношениях. Потому что, когда Христос явился на эту землю, то в чем было направлено Его, в чем Он говорил? О Царстве Божьем, которое приблизилось. Как Его можно было приобрести? Он говорил конкретно о восстановлении отношений человека с Богом и человека с человеком, дорогие друзья. Он учил об этом и говорил. И поэтому человек, он восстанавливается в Иисусе Христе для того, чтобы снова иметь отношения с Богом, которое он потерял еще в Едемском саду. В Иисусе Христе мы учимся восстанавливать отношения друг с другом, любить друг друга и вмещать друг друга, дорогие друзья. Ему хвала и Ему слава. Поэтому, когда мы разведемся с этого места, когда ты говоришь, когда ты что-то делаешь, просто обрати свое внимание. Это свет для Божьего. Будет ли это благословение для окружающих тебя? Там, где ты находишься. Пусть даст нам Бог мудрость, чтобы не только в Церкви, но везде, где мы находимся, мы нашли добрый свет. Мы нашли добрый свет своим семьям, своим детям. И как тяжело светить, когда не все получается так, как ты хочешь. Когда, возможно, дети не всегда тебя слушают. Как, возможно, в жизни не всегда все складывается, как бы ты хотел. Но свет не должен утромать. Свет должен гореть. Свет, который загорелся для нас на Голгофе через жертву Иисуса Христа. И пусть Господь благословит, чтобы свет горел. Дорогие друзья, также хочу обратить ваше внимание еще на одно место, и я буду уже заканчивать. Но перед этим скажу. Дорогая молодежь, я хочу обратиться к вам, потому что мое сердце особо переживает. Чтобы в вашем сердце загорелась большая любовь к Богу, чтобы вы полюбили. Разрешите мне сказать на вашем уровне, чтобы вы подружились с Богом. Когда ты имеешь, давайте сравним обыкновенную дружбу, имеешь друга или подружку, вы дружите, вы общаетесь, вы тексты, месседжи посылаете, вы имеете общение. Этим подтверждается ваша дружба. То есть, вы поддерживаете контакт. Или у вас есть подружка, значит, вы с ней общаетесь, говорите, в молл ходите, в церковь ходите, может быть вместе поете, славите Господа, вы прекрасно знаете. Если у вас есть друг, наверное, вы тоже что-то вместе делаете. То есть, у вас есть общение. Я вас призываю сегодня остановиться задуматься, как у вас с Богом, как у меня с Богом, как у нас у всех с Богом, как часто мы общаемся с Ним, как часто мы говорим, как часто мы открываем Ему сердце и посылаем наши миссии к Богу нашему. Дорогие друзья, когда ты войдешь в это отношение, ты будешь переживать Бога своего. Сегодня я тебе предлагаю это попробовать сделать, когда ты придешь домой, дорогой человек, молодежь, закрой за собой дверь, удели времени и скажи, я хочу поговорить с моим Творцом во имя Иисуса Христа. Я расскажу Ему там, где у меня не получается в жизни. Я Ему открою свое сердце и я верю, что Он придет, выслушает меня, ибо Он Бог мой, Творец мой. И Он не только Бог и Творец, но Он стал Отцом моим, который любит и понимает меня. Сегодня Он предлагает эти отношения. Сегодня Он предлагает эти отношения. Не заставляй Его долго ждать. Открой ему свое сердце. Я даже говорю о тех, которые верующие, которые поклоняются. Удели время для общения с Богом. Ты поймешь этот уровень общения с Ним. Ты поймешь, что это не земной уровень, ты поймешь, что это не уровень общения с твоими друзьями, даже с родственниками, даже с близкими, но это уровень, в котором ты будешь получать благословение, которое будет живой струей приходить в твою жизнь и судьбу. И ты увидишь, что в этом общении Бог тебя начнет вразумлять и наставлять. И твой сердце будет гореть ярче и ярче. И ты будешь способен светить вокруг себя через общение с Богом. Дорогие друзья, да будет имя Господне благословенно. Итак, дорогие друзья, хочу прочитать следующее в заключении. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Часто люди употребляют это, имея дом, имея машину, имея все необходимое, одежду, устроился и много того еще. Дорогие друзья, я немножко смотрю на это место по-другому. Здесь написано, как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть, учение о святости, хождение в святости через познание призвавшего нас славою и благостью. То есть, в Иисусе Христе нам все дано для того, чтобы войти в жизнь вечную. И то, что в Иисусе Христе нам дано, это сегодня зависит от тебя и от меня использовать для нашего личного спасения. Для нашего личного спасения. И если мы это не используем, дар спасения в Иисусе Христе, мы можем рисковать нашей вечностью. И там, где мы ее приведем, давайте не будем этого делать. То есть, в Иисусе Христе совершилось спасение, и Бог предложил искупление. Он сегодня предлагает, говорит, возьми и живи в благословении. Потому что через познание Его в Иисусе Христе открывается путь спасения. И так, почему я об этом говорю? Наверное, мы много об этом говорим. Я знаю, дорогие друзья, что мы не всегда рассчитываем на то, особенно молодежь, я общался немножко с ними, они не всегда думают о том, что они могут умереть. Потому что жизнь, она юная, она бурлит, она движется в мысли, идеи, планы, встречи. Дорогие друзья, я хочу сказать, направьте себя для общения с Богом, чтобы ты, если даже есть случай, шел с этой земли, ты готов, без страха, без вот этого животного страха. Знаете, как бывает в последний момент, люди кричат, я не хочу, потому что видят, что идут не туда, куда бы хотели, но кому ты свою жизнь так посадишь, дорогой мой? Кому она и принадлежит, куда ты отправишься. Поэтому сегодня добрые слова, предупреждения звучат для всех нас, для меня лично, в песнопении и поклонении Господа. Итак, нам даровано все для жизни, для благочестия, для того, чтобы, приняло это спасение, войти в город, воротами, как я уже и говорил. Но нам все даровано.